Всем привет! Суббота, муж спит, сын младший требует крылышек KFC, а мне нужно сделать коптилку. Дело в том, что та коптилка, которая у меня пришла, у нее не работает контроллер. Контроллер мне прислали по почте, но теперь ее надо раскрутить и как-то поменять. И я подумала, прежде чем крутить гайки, она за это время закулилась, надо ее протереть. Хотя бы немножко. Достала чемодан с крючами сына. Друзья, я терпеть не могу крутить гайки. Вы себе не представляете, как я это не люблю. Но выбора у меня особого нет. Сейчас будем искать ключи. С ключами у нас напряженки нет. Здесь чего-то не хватает. А какой из них выбрать? А может быть и есть напряженка. Я почти угадала. Вот теперь точно угадала. Теперь их надо куда-то одеть. Я так подозреваю, что сюда. Он падает. Он не должен, что ли, тут держаться? Пошмар какой-то. Так, в какую сторону, раз, подождите. Как он вообще работает? Так, сюда закручивается, раскручивается назад. Нет, это не то. О, вот, смотрите. Вот, держится, оказывается. Вот, как. Нет. Подождите. Вот так. Вот так. А, ну да, он же с этим, с храповым механизмом, кажется, так называется. Храповый ключ. Ну, то есть, вы поняли, да? В одну сторону крутится, в другую нет. Так, я подозреваю, что это находится внутри. Только не говорите мне, что вот это надо тоже откручивать. Мам, дорогая. Тут же еще вот эти веревочки. Это все такая мелкая работа. Я этого терпеть ненавижу. И, кажется, нужно снимать вот это. Это нужна такая винтовая отвертка. Друзья, а зачем я это откручивала? Оно не снимается. Зря старалась. Так, друзья, сняла еще запчасть. Я вам хочу сказать, что сделано это на совесть. Мало того, что вот это мне назад придется прикручивать, так и вот эта крыша тут еще на этих, на шурупах сидит. Друзья, вот вы знаете, вроде неохота негативить, да? Но вот оно мне надо. Я сейчас потрачу вот на это вот часа два, наверное. Сейчас я пока все это раскручу. Из меня что, такой крутильщик что ли обалденный? Нет. Хорошо, что у меня инструмент есть. Потом этот контроль-то надо каким-то образом устанавливать. Вот оно мне надо. Время мне, кто мое потерянное вернет на... Устранение всех этих недостатков. Конечно, я им обязательно позвоню и выскажу свою фе. Должна прийти к картильне, купленная за собственные деньги. В таком виде, чтобы ее подключила и она работала. Я правильно говорю? Правильно. Не говорите мне, что надо еще тут что-то крутить. Ой, господи. Они крутят вот это дрелью, закручивают, а я вручную... А я, знаете, как не люблю ручной труд вот этот вот. Беспесп... Да твою ж мать. Может, в нее надо изнутри как-то залезать? О, снимается, друзья. С ума сойти. Так, ну ладно. Друзья, хотите честно? Для меня вот это, это проблема. Честное слово. Они говорят, поменять контроллер, типа нет ничего сложного. Вот по почте прислали. Для меня это архи-сложно. Я не хочу этим заниматься, вы понимаете? Не хочу, я не умею, ничего не понимаю в этом. Друзья, в общем, мне пришел на замену вот такой контроллер. Как же я его поставлю-то? Так, это термометр, я поняла. Термощуп. Это я все поняла. Сюда надо подсоединять проводки. Смотрите, вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю. Сюда электрик нужен, по-любому. Короче, дело закончится тем, что я сейчас им позвоню и скажу, пусть они мне оплачивают работу электрика. Да. Так, а сами пойдем медитировать. Потому что быстро это не поменяешь. Видите, сколько здесь всяких сложностей. Ну, в общем, я решила позвонить производителям, потому что это невозможно. Хорошо, я сама ничего не понимаю, сейчас пойду к Сергею. Ему надо бросать дела, все свои есть, он в этом вообще что-то понимает. И вот эту вот фигню устанавливать. В общем, друзья, я решила позвонить производителям, пускай они все это оплачивают. Потому что я, конечно, могу сейчас обратиться к Сергею, если он в этом что-то понимает, он мне ее поставит. Но он для этого должен бросать свои дела. Он зарабатывает деньги, работает в гараже. Мне, конечно, это все нравится. Так, вот они мне уже ответили. Вы понимаете, что мы все заняты? У меня может и сын старший залезть, но он сейчас занимается своей работой. Он сейчас машину ремонтирует. Я сейчас вот ее крутила полчаса, она фиксом раскрутила. Теперь смотрю на эти контроллеры. Ну, не знаю, для моего мужа, он старый закалка, человек, мне кажется, ему это очень сложно. Я сама не могу, я вообще ничего в этом не понимаю. Куда, что вообще втыкать? Не, я правда терпеть не могу. Вот кто-то накосячит, а мы должны решать вот эти проблемы косячные. Я сейчас хожу, не могу никого найти. Так, друзья, мне точно надо пойти помедитировать. Так, пойдем посмотрим птичек, курочек, уточек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы связались с производителем по видеосвязи. На нас вышел начальник производства, кто вот это все делает. В общем, это, друзья, делается все в Севастополе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот по видеосвязи сейчас объясняли-объясняли, как это сделать. Я лично ничего не поняла. Я надеюсь, что вот Сергей понял. И мы как-то пытаемся это сделать. Ну, то есть там проводки, я так поняла, в другой последовательности расположены. И сам контроллер не тот, как бы эти клеммы не такие. Другой. Лучше, но другой. Это в этом разобраться может тот человек, кто постоянно с этим связан. Для него понятно, что никаких тонкостей в этом нет. Раз-раз пришлепываю, все. Но для тех людей, которые видят это первый раз в жизни, тяжело, конечно. И вот он бросил все свои дела, делает коптильню. Естественно, я им буду звонить и говорить, чтобы работу оплачивали. Ну что ж, друзья, поставили новый контроллер. Он говорит, собирай. Я говорю, зачем ее собирать? Давай сначала проверим, как она будет работать. Вдруг опять работать не будет. И мы ее затащили в кухню, потому что переноска нужна. А у меня на большой переноске работает мотор. Сейчас подключу, посмотрим, как все это, друзья, будет работать. Я уже не помню, как она вообще включается. Ой. Вот она сейчас должна показывать ту температуру, то есть, которая в коптильне. А раньше она показывала вот здесь перегрев. Ой, я не помню, на какой температуре она автоматически выключается. По-моему, 112, что ли, градусов? Или 104? Ну, то есть, вот сразу здесь 104, типа не работает ТЭН, и она ТЭНы не включались, понимаете? А ТЭНы по-любому должны включаться. Вот здесь надо задавать температуру. Вот здесь просушка. Это вентиляторы. Компрессор. Это еще одни вентиляторы, которые гонят воздух, если я не ошибаюсь. Ну, все. Самое главное, что вот здесь вроде как показывает. Вот. Ну, так, друзья, у меня уже колбаса замочена, понимаете? Мясо на колбасу уже замочено, поэтому мне, конечно, надо, чтобы работало. Мясо на колбасу.